Авиагородок в Ташкенте место на слуху у каждого горожанина. Он был построен после войны в 1945-м. В свое время эта часть столицы считалась одной из благоустроенных и комфортных для проживания. Изображение на черно-белых архивных фото тому подтверждение, однако сегодня картина иная. На днях в пресс-службу Хакимиата города Ташкента обратились жильцы одной из махалей авиагородка. По словам одной из жительниц Дианы Бакиевой, прошлогодний ремонт оставил больше негативных последствий, нежели положительных результатов. Раньше было намного чище. Даже несмотря на то, что нас ничего здесь не делали, у нас было намного чище. Ну, на данной территории у нас были гаражи и кладовки. Кладовки снесли, кирпичи продали, гаражи тоже снесли, тоже непонятно, что с ними сделали. Здесь жили у нас рабочие. Это когда было? В этом контейнере. В прошлом году. Год уже почти прошел. В этом контейнере жили рабочие, сейчас на месте дворников, я не знаю, я не видела здесь ни разу. Дома только побелили, крыши не сделали. То есть сделали только первые два дома. В такой вот сварке, мусорке мы уже год живем. Раскопанная территория, непонятное расположение электропроводов. Отделка фасада дома оставляет желать лучшего, а рыки проложены. Однако, по словам жильцов, вода не протекает должным образом. Искапливается, оно и видно. Бетонные конструкции установлены неровно. Состояние детской площадки не требует каких-либо комментариев. Детская площадка, где играют дети с полуразрушенной детской площадкой. Вроде ее сделали и не доделали. Вместе с этим надо отметить и замену кровли в многоэтажных домах этого района. Качество крыши, очевидно, не заходя наверх. И вот, смотрите, вот эти места тоже. Мамна, все есть, Кеттмана? Ага. Сын Петра. Мамна, дожди когда были, последние, вот так дойдемте сюда. Это они меня затопили, еще плюс... С крыши текло у нас. А у нас есть крыши? Да. А у нас есть термоза? Мама, крышу как поменяли, после этого у меня ливень там. По словам местных жителей, данный участок попал под реконструкцию в рамках программы ОБОТ Махаля. Однако в случае, если бы работы были проведены качественно, граждане не обратились бы с просьбой прояснить ситуацию. В свою очередь мы побеседовали со специалистом ТЧСЖ. Кредит это дом, да, хазмат куша там. Мы обслуживаем 47 домов, из них 14 одноэтажных домов баракового типа. После того, как мы были внесены в программу ОБОТ Махаля, со стороны Инфинбанка была предоставлена возможность взятия кредита в размере 1 миллиарда сумм. Из них, взяв 50%, они были направлены на ремонт домов 21А, 22А, а также для других домов. Мы отремонтировали подъезды, крыши, стояки, а также часть подвальных помещений. Оставшиеся финансовые средства будут направлены на работы в этом году. Это ремонт подвалов в домах 77, 78 и 79. А также мы должны закрыть крышу четырех домов. Выходит, половина выделенных финансовых средств, а это 500 миллионов сумм уже потрачено, а также утрачено половина времени на планируемый ремонт. В свою очередь, пресс-служба Хакимята города Ташкента не оставит проблемы данные, махали нерешенными. Для изучения ситуации мы предоставили данные в соответствующие ведомства и надеемся на скорейшее прояснение и исправление возникших проблем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...